чатик всем привет это мое новое видео пока ловите варзон как бы всем привет это снова я снова вы но вы поняли сегодня я расскажу немножко о наболевшем немножко про читеров и совсем самую самую малость про то как собирать информацию и как эту информацию преобразовывать для своих нужд надеюсь вам понравится и в целом надеюсь больше я не увижу комментариев под своими видосами что это у него в х смысле что это за стример он же считали гоняет надеюсь я отвечу на большинство ваших вопросов поэтому мужики подписываемся ставим лайки практически каждый день выходят видосы приходить на стримы буду всем рад ну кроме хейтеров хитеров нахуй баню готовимся к обучающему контенту я серьезно я я в шоке на самом деле с людей я не первый раз замечаю комментарии под видосами люди не понимают как я нахожу других человек я могу понять когда знаете там такие шоты что ну не то что шо ты я просто выхожу на челов не то что изначально даже не очень видно я просто обрезаю момент где их заспотал потому что я их заспутал либо давно либо ну это это слишком очевидные фраги и вот для некоторых людей они не очевидны в этом в этом прикол то есть они пишут в этот момент пишут что у меня выход и еще больше у них возникают вопросы в лейте то есть когда я показываю какую-то игру в лейте и объясняя что я делаю им непонятно почему я вообще подумал что они там то есть это люди которые не собирают информацию и никак не приобрели не преобразовывают эту информацию в своих нуждах то есть в любой игре ну соревновательных ты собираешь инфу так или иначе почему типа постоянно ною как они выражаются что люди не играет так как я думаю потому что если люди не играют так как я думают это вот эти самые челы которые нихуя не собирают инфу или двигаются так как не оптимально можно не оптимально и по текущим обстоятельствам то есть ротейтятся не вовремя или ротейтятся поздно или ротейтятся рано там или чуть ну что-то типа того в общем делают что-то неадекватное что в принципе не сильно роляет в этот момент точнее наоборот ты как бы пытаешься собирать информацию но ты не можешь собрать сейчас мы знаем что там куча людей вот прям и там дохерищи на сути хорошо по пластинам я удивился кстати но вот этот дурацкий пулемет он довольно сильный перезаряжается продам 30 лет но мы знаем что там челы нас тут обнаружил давай скорость полета пули конечно удручает и по на средней дистанции до гана прикольно чё нас по магазам вообще ага у нас магазинах нет здесь так но я даже не знаю что делать куда смещаться мне нужен магаз у нас включаться магаз вот тут магаз далеко могу попробовать на центральное здание чекаем здесь вроде не утону на денег тут нет ни хрена так рпг вообще непонятно почему здесь людей нет если не должен быть чел прям вообще не денег нету какая же у него отдача дурацкая ну и по это оружие он ли вблизи стреляться метров на тридцать мужик то в в в в в в в в что он сделал? он типа тачку взорвал? зачем взорвал тачку? надо здесь зачекать сначала вот Продолжение следует... 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 что это не голова что это не голова вот поэтому я не играю с hdr пацаны именно поэтому это не оружие ну я у меня даже на такую дистанцию уже есть убейшее падение пули это не должно быть так и это другое здесь должен быть чел с греничем так средний чувак вот это вот про этого говорю я даже с ксом готов поиграть но я не готов играть с этой говниной тебе серьезно даже у скс меньше падение пули на дистанции чем вот у этой штуки это не рабочая херня я не знаю какой прикол брать снайперку которая на расстоянии 150 50 метров роняет пулю настолько что ты не можешь просто в голову прицелиться поэтому я играю с корягой именно поэтому ну что есть возможность адекватно адекватно цели ты просто целишься в точку вот это я зря я не знаю что у него нет прицел они душа к тоже оружие говна лечис любой чел может меня под кем пить поэтому скс не оружие я три раза не выстрел я даже ему этот не снес медием а мне устреляли он похож там еще один да вы заебали сколько вас там типа вот допустим ситуация чел вот дефолтная ситуация ты стоит чел и он у него угол под обоих и он спокойно убивает обоих персонажей при том что в него еще одну типа с них еще со стороны еще стреляли и я сейчас проиграл в основном из-за того что у меня нет глушителей ни на одной из этих пушек нет глушителю я стреляю и меня видно понимаешь понимаешь те а насчет инфы ну типа вот это наверное самый 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 дефолтный способ того как я себе собираю инфу то есть допустим я знаю что есть один чел я аккуратно играю в ту сторону где есть чел когда вот эта зона сузится по моему появится эйрдроп также мы сейчас немножко полетаем не знаю мне не очень нравится коллаж даже даже такой коллаж у которого почти нет отдачи он все равно ни о чем типа им нужно стрелять он ли в голову чтобы хоть как-то компенсировать его отсутствие темпа стрельбы и да я конечно я плохо стреляю на я сейчас плохо стрелял на дистанции потому что его ведет все равно в сторону но типа ты берешь эмку и это это лучше ну типа это проще зачем придумывать зачем выдумывать велосипед это я каждый раз когда нахожу сборку какую-то на коллаж которую типа можно использовать я понимаю что и да в этой игре любой оружие можно использовать если ты стреляешь первым и ты на комфортно для него дистанции это все что нужно понимать получается там на комплекте кто-то был я вроде могу забрать и верт если все правильно оценил я могу забрать и так ну смотрите у нас сейчас не самая приятная зона неприятно она скорее тем что у нас нихера нет как у нас все есть все решилось довольно быстро целом мы находимся в очень хорошей локи не то что локи мы именно находимся в нормальной зоне вот единственно что может наверх подняться сейчас нужно понять где есть люди вот мы знаем что с этой стороны я сидим чел но у меня снайперки нет в любом случае то есть где-то здесь в любом случае есть человек который просто покажет можно даже 6 человек кстати всего один из них минимум за 200 метров еще забыл сделать так ну шо у нас есть инфа мы знаем что здесь как минимум нет одного из и чел вот мы нашли еще одну как у тебя почитать знаете чем еще сделаем мы чем мы просто ему спинучить пойдем и по этот чел идет таким образом что вот это вот это плохо вот из-за этого я же смогу умереть он был далеко допустим вот я видел этого чела я видел этого чела он не чекал спину сейчас потому что он шел с этой спины грубо говоря то есть очень хорошая м к не прямо пока все один на один так я один на один но проблема в чем я первых не знаю где чел он может быть вот с той стороны может быть прямо передо мной и у меня неудобная зона прям супер неудобная зона поэтому просто крутим наверно вон там газ приближается отмечаю безопасную зону последний шанс победа или смерть все все легонько как работает логику людей вот ты идешь допустим ты идешь из какого-то места тебя не убили в жопу это означает скорее всего что там нет людей вот я сейчас заспотал чувака и начал крутить под него потому что я понимал что он не будет туда смотреть он только что прошел это место а я быстро запушил под зону из-за этого получилось так что я вышел ему просто спину он в этот момент чекал все вокруг то есть он назад не смотрел для него пока что это чистая зона то есть на ближайшие на одну секунд двадцать может тридцать он бы вообще туда не смотрел то что это не имеет смысла только что-то пришел там никого не было ему не имеет смысл досмотреть в итоге я захожу ему в ухо и убивая его тут же нахожу сверху чела без шансов убивая его и вот заметьте м к она значительно сильнее чем калаш вот м к у которой даже убита вертикальная отдача то есть там из-за вот этой за этого костыля вместо приклада у тебя очень довольно сильно апается вертикальная отдача но даже ее очень легко контролить потому что темп стрельбы позволяет и у тебя оружие не трясется вот так вот и по так 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 ты прям чувствуешь каждый выстрел ты у тебя он просто ну просто поднимается вверх и все то есть а с этим человек допустим с последним челом нужно понимать простую простую логику я вижу полностью гору слева абсолютно всю гору слева если бы чел был там он уже пикал меня то есть я бегу смотрю лево и понимаю что если бы чел был там он бы меня пикал я был практически в оппенфилде он бы в любом случае что-то сделал либо начал бы меня целиться я бы тоже это заметил передо мной забор который стоит буквой г и изначально потому что он стоит прямо на углу то есть я просветил уже потом датчиком смотрю чел как будто на углу стоит кида ему туда фишку а он как бы не тут соответственно если он как бы в стороне угла но при этом он не за углом с одной стороны чем за углом с другой стороны очень просто